Спасибо большое, глубоко уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Мой клинический случай будет, в принципе, в полностью унисон тому докладу, который сейчас представил Никита Михайлович, поэтому мне будет довольно легко это представлять. И, может быть, даже сэкономив время, я успею рассказать два клинических случая. Сразу начну с представления пациента. Пациент 61 года, поступил с жалобами на слабость и потерю веса, невыраженная сопутствующая патология. И хотелось бы сначала остановиться на стандартном объёме обследования, которые мы проводим. Это обязательно эндоскопическое исследование с мультифокальной биопсией, с гистологическим исследованием и с обязательным исследованием HER2-статуса при высокоумеренно дифференцированных аденокарциномах. К сожалению, мы в стандарте не исследуем микростелитную нестабильность и вирус Эпштейна-Бар, хотя, наверное, надо бы, учитывая данные всех последних клинических исследований. Проблема в том, что эта категория пациентов очень маленькая. На 100 исследованных нами пациентов мы обнаружили всего одного вируса Эпштейна-Бар. И микростелитная нестабильность по разным данным составляет от 1,5% до 5,5%. Соответственно, с точки зрения экономической целесообразности поиска этих маркёров вопрос довольно сложный. Но решение о дальнейшей тактике лечения при выявлении микростелитной нестабильности вируса Эпштейна-Бар может быть существенно скоррегировано, и мы сейчас это знаем. КТС контрастирования грудной клетки и брюшной полости. И опять-таки остановлюсь на том, что мы в стандарте, в отличие от рака пищевода и рака лёгкого, не проводим этим пациентам ПЭД. Рентгеноскопии пищевода и желудка. Обязательно лапароскопии с исследованием лаважа брюшной полости. И при возможности мы делаем биопсию изменённого лимфоузла и цитологическое исследование сирозной оболочки вместе под предлагаемого прорастание опухоли. Ну и общий клинический минимум для определения функциональной операбельности. По данным эндоскопического исследования этого пациента в дистальной третьей тела и желудка по большой кривизне определялся инфильтративный язвенный процесс до 4 см в диаметре, который гистологически представлял из себя рост высоко дифференцированной карциномы G1, HER2 негативный. По данным компьютерного исследования определялось утолщение стенки в области нижней третьей тела и желудка и не было данных за изменённые лимфатические узлы. Опухоль нижней третьей при лапароскопии визуально прорастала сирозную оболочку. Данных за диссиминацию выявлено не было. Этитология лаважа не подтвердила наличие свободных опухолевых клеток. Таким образом, пациенту был установлен клинический диагноз рак нижней третьей тела желудка Т4АН0М0, вторая Б стадия, и сопутствующая патология, гипертоническая болезнь, дислепидемия, атеросклероз, аорты. Итак, выбирая тактику лечения, мы основывались на результатах всех тех данных, о которых только что рассказывал Никита Михайлович, огромное количество клинических исследований на сегодняшний день, из которых нам также больше всех импонирует исследование ФЛОТ по переоперационной химиотерапии, которое показало плюс 10% к переоперационной химиотерапии по режиму ИЦФ. Ну и вот те стандартные показатели, на которых бы всё-таки хотелось чуть подробнее остановиться, что предоперационное лечение начинает и заканчивает более 90% пациентов, в то время как послеоперационное лечение начинает и заканчивает от 30% до 40% пациентов. Проведение переоперационной химиотерапии не влияет практически на хирургическую активность, потому что более 90% пациентов, начиная предоперационную химиотерапию, доходят до хирургического этапа лечения, И более того, более 87% этих пациентов получают R0-резекцию с приемлемым количеством послеоперационных осложнений. Ну и количество послеоперационных осложнений послеоперационной летальности вполне приемлемое, не превышает 5% 90-дневной летальности. И еще один момент, на котором бы хотелось остановиться, что именно режим FLOT показал впервые довольно существенное увеличение полных и почти полных патоморфологических ответов 1А, 1Б по классификации Мандарта либо по классификации Бекера. Однако мы для нашего пациента выбрали в качестве лечения не переоперационную химиотерапию, а проведение полного неоадиванта в виде проведения 6 курсов химиотерапии по схеме FLOT. Пациент эту схему химиотерапии перенес вполне удовлетворительно с гематологической токсичностью максимально второй степени и с гастронациональной токсичностью второй степени. Следует отметить, что все эти пациенты должны получать довольно интенсивную сопроводительную терапию, потому что в отличие от многих других схем у пациентов с диагнозом рак желудка, у которых в подавляющем большинстве случаев имеется выраженная нутритивная недостаточность, этот режим не является легко переносимым без адекватной сопроводительной терапии. Сейчас на нашей практике мы всем пациентам используем холонестимулирующие факторы, всем пациентам с первого дня обязательно используем нутритивную поддержку специальными питательными смесями, обязательно используем инфузионную терапию в промежутках между циклами и во время цикла. И только в таком случае пациентам удается провести все запланированные курсы химиотерапии, не увеличивая промежутки между курсами, и привести пациента к хирургическому этапу лечения в относительно удовлетворительном состоянии. Более того, при проведении адекватной сопроводительной терапии пациенты во время неодевантного этапа даже прибавляют в весе, и вот у нас совместная такая довольно большая работа с нашими анестезиологами, которые пытаются оценивать нутритивный статус этих пациентов. На фоне проведения 4-6 курсов неодевантной терапии нутритивный статус улучшается у этих пациентов при проведении адекватной сопроводительной терапии, особенно на фоне того, что несколько разрешаются проблемы по нарушению пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту, если у пациентов были субкомпенсированные стенозы, либо дисфагии при кардиозефигальной локализации опухоли. Почему мы пошли по пути неодевантной терапии? Никита Михайлович тоже останавливался на этом слайде, что прежде всего это гораздо большая комплоентность к лечению. До 90% начинают и завершают это лечение. Довольно умеренная и легче корригируемая токсичность, легче скоррегировать нутритивную недостаточность у этих пациентов. Ну и самое главное, есть данные о том, что полные и почти полные патоморфологические ответы могут транслироваться в улучшение отдаленных результатов. Два исследования, на которых хотелось бы сослаться, естественно, это исследования оба представляют собой трансфективный анализ. Вот первое исследование китайской группы авторов 2015 года, которое проанализировали 22 пациента, у которых удалось достичь полного патоморфологического ответа при начальной стадии 3B4. И посмотрите, результаты пятилетней выживаемости в этой подгруппе составили 83%. Второе исследование гораздо более крупное. Это 3145 пациентов, 17 опубликованных исследований по предоперационной, переоперационной либо неодевантной терапии пациентов с диагнозом рак желудка. И при анализе различных факторов, которые влияли на конечные результаты лечения, достижение выраженного патоморфологического ответа 1А1Б по Беккеру являлось независимым прогностическим фактором улучшения результатов отдаленной выживаемости. Именно это является еще одним дополнительным фактором попытки интенсификации предоперационного режима для того, чтобы увеличить количество полных патоморфологических ответов. И у нас есть данные по исследованию неофлот, где как раз применялось 6 курсов химиотерапии по схеме флот, что в подгруппе, правда, следует оговориться, высоко и умеренно дифференцированных аденокарцином, удается достичь уже 40% 1А1Б патоморфоза. То есть это еще выше, чем в исследовании флота, где было 4 переоперационных схемы химиотерапии. Что в итоге мы получили в результате нашего лечения? По данным компьютерной томограммы выраженной динамики не было. По данным эндоскопии отмечалось значительное уменьшение размеров и глубины опухолевого процесса. Хирургическое лечение выполнено через 6 недель. На сегодняшний день мы этот промежуток держим в диапазоне от 6 до 8 недель. Стараемся раньше этих пациентов не оперировать. Объем операции расширенная гастроктомия с холецистоктомией лимфодисекцией D2 плюс 12. Это хирургическое лечение без осложнений. Не буду останавливаться на этом слайде, что в лечении операбельных пациентов раком желудка принципиально важное основное значение все-таки имеет в том числе и качество хирургического компонента. И выживаемость принципиально зависит от того, насколько качественно была выполнена хирургическая операция. Надо четко понимать, что никакое комбинированное лечение не может быть компенсацией неадекватной хирургической тактики. И если мы говорим о каком-то дополнительном лечении операбельного рака желудка, оно должно комбинироваться только с оптимальной хирургической технологией. Интересным является то, что та школа, в которой я работал, все время придерживалась комбинированного лечения рака желудка. Особенностью является то, что раньше я начинал с этого слайда, и раньше мы изначально начинали говорить сначала о хирургии, а потом о каких-то дополнительных методах лечения. Прошло какое-то время, наверное, порядка уже 10 лет, и это является практически последним слайдом на сегодняшний день, потому что то, что хирургия нужна, она должна быть качественной, и сомнений не возникает. А вот место хирургии, по нашим ощущениям, на сегодняшний день уже все-таки двигается и уже является следующим шагом после проведения химиотерапии. Ну и что касается гистологического заключения, при гистологическом исследовании первая фотография – это данные биопсии при эндоскопическом исследовании, где картина высокодифференцирована данной карциномой, и второе изображение – это данные уже патморфологического исследования. В 34 лимфатических узлах не было обнаружено признаков опухолевого роста, и слизистая желудка выглядит картиной явного терапевтического патоморфоза с выраженными полями фиброза и склероза, с выраженными сосудистыми реакциями, с инфильтрацией макрофагальными элементами, и сохранялись единичные сильно изменённые опухолевые клетки на уровне подслизистого слоя, что соответствует 1Б патоморфозу по шкале Беккер, и окончательная стадия Т1 субмукозы 0М0. На сегодняшний день в нашем центре идёт подготовка к планированию и началу исследования рандомизированного многоцитрового по сравнению стандартной переоперационной химиотерапии 4 флот до операции и 4 флот после операции с неоадювантной терапией 6 курсов флот на дооперационном этапе без последующей химиотерапии. Сейчас идёт статистическая обработка и подготовка к этому исследованию. В рамках подготовки к этому исследованию мы проанализировали на сегодняшний день 60 пациентов с переоперационной химиотерапией по схеме флот и начали предварительный набор в группу 6 флот для оценки тех патоморфозов, которые мы получаем. Пока могу сказать, что у нас фактически сопоставимые данные с теми данными, которые показаны в оригинальном исследовании. Чуть меньше процент патоморфозов, но не критично меньше, поэтому в принципе считаем, что это может быть интересным. Но и для того, чтобы привлечь к дискуссии лучевых терапевтов, всё-таки очень короткий клинический случай, дабы не повторять многие моменты, ещё одна пациентка 65 лет, тоже с теми же жалобами слабости, выраженные потери веса. Стандартный объём обследования для этой пациентки. По данным эндоскопии в антральном отделе блюцеобразная опухоль, умеренно дифференцированная анкарцинома ХЕР-2 негативная. На КТ-снимке представлена опухоль антрального отдела при лапароскопии, также без признаков диссеминации. И по данным КТ у пациентки определялось два изменённых лимфатических узла в перегастральной области. Таким образом, клинический диагноз Т3Н1М0. И этой пациентке мы провели в рамках внутреннего нашего протокола два курса химиотерапии по схеме FLOTS, последующие химио-лучевой терапией на фоне модифицированной схемы Кселокса. Это схема проведения химио-лучевой терапии. Оксалеплотим в дозе 85 мг на метр квадратный вводится в первый и в 21 день. На протяжении всего курса лечения пациент получает капицитабин. 3D-планирование лучевой терапии. На основании каких предварительных исследований мы организовали у себя этот внутренний протокол? Это исследование CROSSTRILE, хорошо известное, которое включало небольшое количество пациентов с аденокарциномой пищеводно-желудочного перехода. И второе исследование – это исследование TOPGEAR. На наш взгляд, не совсем оптимальная схема химиотерапии ИЦФ используется, потому что применение антрациклинов на сегодняшний день при раке желудка не является таким уже распространенным и стандартным подходом. Но это исследование очень похоже на наше, из-за того, что вместо ИЦФ мы использовали схему FLOTS. Авторы в своем исследовании опять-таки продемонстрировали очень высокую комплоентность неодевантного режима, те же 50-60% послеоперационной химиотерапии, 90-95% вероятность пациента получить хирургический этап лечения и довольно приемлемую частоту послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности, хотя 8% недостаточности пищеводно-кишечного анастомоза – цифра довольно высокая, и в более крупных клиниках эти цифры на сегодняшний день уже гораздо меньше. Результаты по этому пациенту. Также по данным компьютерной томограммы – некоторое уменьшение толщины инфильтрации стенки желудка. Через 6 недель провели хирургическое лечение в стандартном объеме дистальной резекции с лимфодисекцией с холецистоктомией. И по данным гистологического исследования у пациента выявлена полная патоморфологическая регрессия, признаки терапевтического патоморфоза, склероза, лимфоидной инфильтрации с отсутствием жизнеспособных и нежизнеспособных опухолевых клеток. Ну и вот еще раз повторюсь, что эти пациенты сейчас у нас проходят лечение в рамках внутреннего протокола второй фазы по оценке переносимости и токсичности этого режима. На сегодняшний день набрано 20 пациентов и планируется промежуточный анализ в 2020 году. Благодарю за внимание.